Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Спасли всех. В Самаре перевернулось судно на воздушной подушке. Главное внимание железнодорожному Красноглинскому и Куйбышевскому районам Самары. Как готовятся городские службы к предстоящему паводку. Цены на новые авто растут. Желающие обзавестись машиной все чаще делают выбор в пользу поддержанной. С какими подводными камнями они могут столкнуться и как совершить чистую сделку. Спасли всех и пассажиров, и экипаж. В акватории Волги, вблизи поселка Рождествено, прокинулось судно на воздушной подушке Нептуна-11. От места ЧП до берега было около 300 метров. По предварительным данным, затопление произошло из-за ухудшения погодных условий. Спасли 12 человек, детей на судне не было. Представители Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКРФ прокомментировали инцидент. Спасатели вывезли на суше 12 человек. На месте работают следователи. Выясняются все обстоятельства происшествия. К предстоящему паводку в Самаре готовы все ответственные службы столицы региона. Особое внимание в это время уделяют Железнодорожному, Красноглинскому и Куйбышевскому районам. То есть городским локациям, которые находятся вблизи водоемов. Ежедневно ситуацию контролирует противопаводковая комиссия при администрации города. Об этом сообщили на совещании в мэрии, которое провела глава Самары Елена Лапушкина. Откачка воды с подтопляемых территорий идет регулярно. Что еще делают для минимизации последствий оттаяния снега, расскажет Ольга Павлова. Проблемы с откачкой талых вод в городском округе Самара нет. Несмотря на внушительное количество осадков, которые Самара приняла в этот зимний сезон, противопаводковая комиссия работает в штатном режиме. Откачка воды с подтопляемых территорий осуществляется регулярно. Для минимизации последствий оттаяния снега и подъема грунтовых вод проводятся работы по открытию дождеприемников и очистке водопропускных труб в теле автомобильных дорог. Для пропуска талых вод подготовлено 1322 дождеприемных колодца, перехватывающих воду с проезжей части. То, что касается водопропускных труб, здесь работы выполнены на 90%. Основная часть у нас водопропускных труб – это Куйбурский район. Там ситуация очистка оголовков проведена на 90%. Также мониторим, плюс еще и сами водопропускные канавы и арыки тоже сейчас прочищаются. В период половодия в основном подтапливаются низинные участки дорог, низководные мосты, дачи и сельхозугодия в бассейнах Волги, Сока, Самары и других рек. В областном центре особое внимание в это время уделяют железнодорожному, Куйбышевскому и Красноглинскому районам, то есть городским локациям, которые находятся вблизи водоемов. С 1 апреля работа по мониторингу поводковой обстановки организована на территории Куйбышевского района двумя постами наблюдения за уровнем воды. На достроечном причале залу «Нефтефлот» белорусской, 122, приток сухой реки Самары, и на базе группы патрульной дежурной службы ГИМС, обувная 1Б. Об обстановке в период половодия информирование населения осуществляется при помощи средств массовой информации, сети интернета, смс-сообщений, сотрудниками полиции, на служебных автомобилях, оборудованными громкоговорящими устройствами, а также путем адресного обхода жителей, домов, сотрудниками управляющих компаний. Впрочем, по прогнозу синоптиков, весенний паводок этого года ожидают в пределах средних значений. С учетом погодных условий, таяние снега происходит постепенно, что помогает избежать обильного подтопления городских территорий. Ольга Павлова, Константин Головин, События. Более 14 тысяч квадратных метров самарских дорог в этом году приведут в порядок с помощью аварийно-ямочного ремонта. Ранняя весенняя погода отлично для этого подходит, уверяют специалисты. В этот понедельник восстанавливали дорожное полотно на улице Губаново, когда автомобилем можно будет ездить по новому асфальту, узнала наша съемочная группа. Погода, установившаяся в эти дни в Самаре, хорошо подходит для того, чтобы проводить аварийно-ямочный ремонт. Такой вид работ выполняют при температуре от минус 10 до 10 градусов. Асфальтобетонная смесь разогревается в Кохере до 220 градусов, а потому ей не страшна даже сырость. Для того, чтобы приступить к ремонту, яме сначала придают ровную геометрическую форму. Затем карту тщательно очищают, выметают мусор, с помощью специального оборудования выдувают лишнюю влагу. Сначала начинается обрубка ям, то есть разборка асфальтобетонного покрытия, потом очистка от грязи МТЗ-щеткой, и потом уже ремонт литой асфальтобетонной смесью. Рабочие приводят в порядок дорожное полотно на улице Губаново. Здесь ремонту подлежат почти 30 квадратных метров дорожного полотна. Разрушение ликвидируют литой асфальтобетонной смесью ЛА-16ВТ. Данная смесь идет на кубовидном щебне и соответствует новым ГОСТам, обладая повышенной прочностью. Работы на всех этапах контролируют специалисты муниципального учреждения дорожное хозяйство. Куратор выезжает на объект, контролирует продовку, также отбирается смесь асфальтобетонная на физико-механические испытания, потому что это основной ее показатель. В случае, если асфальтобетонная смесь проходит и соответствует рецепту ранее утвержденному, то данные работы принимаются. Если смесь не проходит, то, соответственно, подрядные организации устраняют данные замечания. Всего в этом году аварийно-ямочный ремонт выполнят на участках общей площадью более 14 тысяч квадратных метров. Сделано более 55% работ от плана. По состоянию на 4 апреля дорожные службы привели в порядок более 7 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. В первую очередь ремонт выполняют на тех улицах, по которым есть предписание ГИБДД, а также обращение жителей. Там, где позволяет дорожный трафик, работают днем. На особо оживленных участках дорог специалисты, чтобы не создавать помех движению, работают ночью. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. За сутки в Самарской области зафиксировали 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 376 тысяч 366. Такие данные в понедельник, 4 апреля, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1398 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 364 480 пациентов. Люди в Белом сегодня разместились в областной библиотеке, где организовали единый день вакцинации. Для удобства самарцев прием ведут две мобильные бригады. Сначала пациент проходит прием терапевта, после чего следует на прививку или ревакцинацию. Несмотря на спад заболеваемости COVID-19, сейчас как никогда важно не снижать темпы прививочной кампании, говорят медики. Об этом расскажет Мария Левина. В областной библиотеке в понедельник с самого утра ажиотаж. Мобильные бригады врачей 4-й городской больницы вступили на дежурство. Желающие могут пройти вакцинацию, а те, у кого с момента первой процедуры прошло более полугода, ревакцинироваться. Сегодня единый день вакцинации проходит в здании областной библиотеки. И уже в первые часы работы прийти и сделать вакцинацию или ревакцинацию смогли много самарцев. Врачи говорят, если такие темпы сохранятся до вечера, то акция повторится уже завтра. Мобильные пункты вакцинации хорошо себя зарекомендовали. Мария Николаева в качестве волонтера работает здесь уже в пятый раз. Девушка-будущий медик сейчас учится в колледже. Говорит, для нее важно принимать участие в таких событиях, еще и с практической точки зрения. Это как практика, возможно, общение с людьми. Мне нравится помогать, общаться, смотреть, кто на что реагирует, как работают, смотрю, врачи, как общаются. Наталья Пименова – опытный врач, но сегодня в другом амплуа. Пришла пройти ревакцинацию. Иммунитет имеет свой срок, надо ревакцинироваться. Снижает вероятность заболевания и вероятность тяжелых случаев ковид. Первый раз, можно сказать, я в числе первых вакцинировалась. На сегодняшний день эта тема не потеряла своей актуальности. И даже наоборот, нужно сказать, что именно сегодняшнее время, когда мы видим снижение заболеваемости, это тот период, когда необходимо провести ревакцинацию. Вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защиты от коронавируса, говорят врачи. Потому что способствуют выработке коллективного иммунитета. Сделать прививку можно и в поликлинике по месту жительства. Кроме того, в Самаре и Тольятти открыты пункты на базе торговых центров. Мария Левина, Василий Колдашов. События. В Самаре продолжают контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Рейды проводятся с утра, когда скопление пассажиров максимально, а значит и риск заразиться коронавирусом возрастает. Контролеры проверили пассажиров на одной из городских остановок. В рейд отправился и наш корреспондент. Ежедневно межведомственная комиссия с участием сотрудников профильных департаментов, представителей перевозчиков, сотрудников полиции и добровольной народной дружины проверяет, как пассажиры соблюдают масочный режим в городском транспорте. Практика показывает, большинство самарцев маски носят. Требования о ношении масок направлены на сохранение жизни и здоровья всех наших пассажиров, поэтому просьба выполнять его вплоть и впредь до отмены. Хочется надеяться все-таки, что у нас и пассажиры станут более сознательными, и может быть через какое-то время непродолжительное наконец-то отступит этот ковид, и мы сможем себе позволить какие-то послабления. Пока требования носить маски никто не отменял, просьба, чтобы они у всех были. О здоровье самарцев заботятся и перевозчики. Перед выходом на линию обязательно моют и дезинфицируют подвижной состав. С началом городского месячника по благоустройству ведутся дополнительные закупки моющих и обеззараживающих средств. На протяжении всех поездок в салонах работают рециркуляторы воздуха. Регулярно проводят инструктаж для персонала. Водители и кондуктора обязаны носить маску во время работы. Причем защитное средство должно плотно прилегать к лицу, закрывая нос и рот. Во все дни у нас работает контрольно-ревизионная служба, которая во время рейсов наших маршрутов проверяет маски у пассажиров и наших сотрудников. Все сотрудники обеспечены средствами защиты. Им выдается определенное количество на рейс, которые они надевают в самом начале и не должны снимать в течение всего дня. Если пассажиры замечают, что водитель или кондуктор работают без защитных средств, они могут сообщить об этом на горячую линию. В этом случае проводится служебная проверка. Соблюдение масочного режима распространяется и на маршрутке. Водители и пассажиры обязаны использовать средства защиты. Без маски нельзя. На этом надо очень внимательно следить за маской. Будем останавливать автобус и на место будем сотрудников вызывать. За прошедшую неделю в ходе рейда в сотрудники полиции составили 76 протоколов. Всего с начала пандемии оформлено более 1800 административных материалов. В том числе в первом квартале текущего года их уже 868. Пассажирам за нарушение масочного режима грозит штраф до 30 тысяч рублей. Тем, кто попадется повторно – до 50 тысяч. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Покупка поддержанного автомобиля – целая наука. Для новичка приобрести авто от собственника без посредника и в хорошем состоянии – сложная задача. Как выбрать подходящий вариант, на что обратить внимание при осмотре, и как правильно составить договор, расскажет Максим Магомедов. Цены на новые машины продолжают расти. Это вынуждает желающих обзавестись четырехколесным другом рассмотреть покупку автомобиля с пробегом. Его стоимость значительно ниже, при этом можно найти вариант с топовой комплектацией или премиальной марки. На сайтах объявлений представлен широкий ассортимент. Однако машину на продажу не всегда выставляет собственник. На рынке поддержанных авто работает много перекупщиков. Провести юридически чистую сделку с ними не удастся, потому что многие из них не вписываются в паспорт транспортного средства и не регистрируют машину на себя. Такой способ покупки опасен тем, что предыдущий собственник может снять машину с учета. Тогда у нового владельца возникнут сложности с ее постановкой на учет в ГИБДД. Сейчас схема продажи автомобиля довольно простая. Человек, который продает, он просто пишет куплю-продажу на месте. То есть это бланк, который можно взять, распечатать в интернете. И перекупщики различными способами пытаются уговорить владельца, которого покупают машину, чтобы он оставил место для нового собственника. Тем самым перекупы получают договор с его данными и потом просто перепродают машину и вписывают в это пустое место нового владельца. Вычислить такого продавца можно по аккаунту на площадке с объявлениями. Если профиль создан недавно или в завершенных публикациях много проданных автомобилей, то, скорее всего, он занимается перепродажей. Чаще всего такие продавцы не показывают машину возле дома, а выбирают нейтральную территорию на парковке торгового центра или автостоянку. Специалисты по подбору авто советуют начинать осмотр автомобиля с проверки документов. Первым делом необходимо сверить ВИН-код в ПТС и на кузове автомобиля. Он не должен иметь дефектов и затертостей. Шрифт ровный, без плавающих символов. После можно перейти к оценке кузова. Это самая главная деталь автомобиля, потому что выполняет несущую функцию. Для того, чтобы выяснить, в каком состоянии находится машина, специалисты советуют воспользоваться специальным прибором – толщиномером. Его сдают в аренду. С его помощью можно узнать, чинили ли или красили машину. Каждую деталь автомобиля рекомендуется проверить как минимум в пяти точках. Толщина краски должна быть не более 150-160 микрон. У разных производителей она может отличаться. Этот параметр лучше уточнить заранее в интернете. Также не забываем про внутреннюю часть автомобиля. Мы для этого открываем дверь и смотрим пороги и стойки. То есть у нас слой должен быть у порог и стойка меньше, чем у навесных элементов и у крыши. Также не забываем про осмотр крыши. Сейчас вам покажу, как выглядят крашенные детали. Здесь мы видим 1500 микрон. Это означает, что здесь у нас присутствует шпаклевка. То есть, значит, был небольшой удар в заднюю часть. И для этого мы уже смотрим более детально внутренние элементы. В подкапотном пространстве прежде всего обратите внимание на болты крепления крыльев и капота. Потому что бывает красят под прибор, и ваша задача определить, менялась деталь полностью или нет. Каждое автомобильное стекло имеет заводскую маркировку с датой производства и эмблемы изготовителя. Если информация на стеклах отличается, это говорит о том, что стекло меняли. Оптика тоже имеет свою маркировку. Разные фары могут свидетельствовать о том, что машина побывала в ДТП. Потеки на двигателе говорят о его негерметичности, что в дальнейшем может привести к дополнительным затратам на ремонт. Также стоит обратить внимание на состояние технических жидкостей. Визуально они должны быть чистыми, без примесей. Если автомобиль вас устроил, можно переходить к оформлению сделки купли-продажи. Юристы советуют приобретать автомобиль только у владельца, который вписан в паспорт транспортного средства. В составе договор можно самостоятельно, распечатав бланк из интернета. В документе нужно указать паспортные данные и адреса регистрации продавца и покупателя, а также номер кузова и силового агрегата. Очень рекомендую уточнить паспортные данные продавца и посмотреть в открытом источнике на сайте Федеральной службы судебных приставов, нет ли в отношении данного лица какой-то задолженности. Необходимо зайти на сайт нотариальной палаты в реестр залогового имущества и уточнить, не находится ли этот автомобиль, который планируется приобрести, в этом реестре. Это на тот случай, если вдруг будет необходимо расторгать договор и доказывать, что покупатель являлся добросовестным приобретателем, вот этот момент является существенным для суда. Некоторые продавцы часто стараются занизить сумму сделки, чтобы избежать уплаты налога. Юристы не советуют соглашаться на такие условия, потому что в случае расторжения договора в суде можно будет рассчитывать только на ту сумму, которая была указана. Также, чтобы обезопасить себя от претензий со стороны продавца, необходимо взять расписку о получении денежных средств за автомобиль. Она должна быть написана от руки. Максим Магомедов, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. 369 самодеятельных творческих коллективов, более 4000 участников. В регионе стартовал фестиваль «Рожденные в сердце России». Свои номера участники будут показывать вплоть до 16 апреля. Как прошло открытие, расскажет Михаил Ермоленко. Таким разновозрастным составом коллектив «Волжского района» выступает впервые. На фестивале «Рожденные в сердце России» ансамбль решил исполнить частушки, пропитанные местным колоритом, рассказывает руководитель коллектива Ирина Чипчикова. С этим номером творческий состав ранее выступал на другом межрегиональном фестивале и занял призовое место. Команда надеется, что и в этот раз удастся покорить жюри и завоевать сердца зрителей. Частушки, мы так назвали, Самарской области, но они у нас взяты с как бы репертуара, везде поют повсеместно, да, частушки в Агдадуле называется. Вот, мы их немножечко переобразовали, сделали свои слова, вставили, будем представлять частушечный жанр. За 8 лет фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» стал визиткой Самарской области. Главная тема этого года – культурное наследие народов России в сохранении этнокультурного многообразия. Все программы, которые будут представлены нашими муниципальными образованиями, будут посвящены теме многонациональности, дружбе наших народов, которые населяют нашу многонациональную Самарскую землю. Конечно, они затронут какие-то интересные краеведческие темы. Безусловно, это будет патриотизм, это будет много замечательных номеров, посвященных нашей Великой России, нашей Самарской области. Просмотры концертных программ будут проходить до 16 апреля. Оценивать их будут по двум номинациям – «Городской округ-победитель» и «Муниципальный район». В фестивале примут участие 369 самодеятельных творческих коллективов с общим числом участников 4673 человека из 37 муниципальных образований региона. Многие коллективы имеют высокое звание «Народный». За предыдущие семь лет выросло значительно. Просто отдельные коллективы, исполнители, их можно смело выпускать на большую сцену. Выступления творческих ансамблей пройдут в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Кенеле, Сызрине и Сергиевске. Кроме того, в рамках работы фестиваля осенью состоится итоговая выставка декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области, на которой будут представлены работы 220 самодеятельных мастеров региона. Завершится фестиваль в ноябре 2022 года галоконцертом на сцене Самарского академического театра оперы и балета. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. В этом году на фестивале «Веснушка-2022» выступит более 50 профессиональных образовательных организаций. 21 колледж Самары, Нефтегорск, Тольятти и Отрадного представят свои концертные программы жюри. Наша съемочная группа узнала, какую концертную программу для студенческого фестиваля представили учащиеся Павловского государственного колледжа. Красочные костюмы, живые декорации и необычные номера. Концертную программу для студенческого фестиваля «Веснушка» представили учащиеся Павловского государственного колледжа. Выйдя за сцену, да, начнется мандраж, мы начнем волноваться, но нужно выдохнуть, все будет хорошо. Надо настраиваться на хорошее. Фестиваль «Веснушка-2022» – это серия концертов, которые проводят студенты среднеспециальных учебных заведений. Их работу оценивают жюри. Помимо вокальных и хореографических номеров, зрителей ждут выступления команды КВН. Каждый год студенты Поволжского государственного колледжа стараются удивлять жюри. И сегодня они снова делают все возможное, чтобы их старания оценили на максимальный балл. Нас очень радует, что студенты занимаются творчеством. И вот этот творческий поиск мы всегда приветствуем и всегда с большим удовольствием, ожиданием ждем новых творческих свершений и того, чем будут удивлять, показывать, радовать. В первую очередь себя и уже во вторую очередь жюри, конечно. В этом году на фестивале «Веснушка-2022» выступит более 50 профессиональных образовательных организаций. 21 колледж Самары, Нефтегурск, Тольятти и Отрадного представят свои концертные программы жюри. Лучшие номера войдут в программу галоконцерта фестиваля. С этого года он является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» профессиональных образовательных организаций. Максим Магомедов, Анастасия Самойлова, Константин Головин. События. Самарские спортивные команды не смогли обрадовать своих болельщиков на минувших выходных. Футболисты Крыльев уступили Уфе в чемпионате России, а баскетболисты Самары позволили Иркуту сравнять счет в четверть финальной серии Суперлиги. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Крылья Советов уступили Уфе в домашнем матче чемпионата России по футболу. Гости открыли счет уже на 12-й минуте, после чего закрылись в обороне и ждали возможности проводить контратаки. Самарцы же пытались вскрыть оборону противника и сравнять счет. Сделать это удалось лишь после перерыва. Фернандо Костанца подключился к атаке на 68-й минуте и головой замкнул навес Зиньковского. Удержать равный счет не удалось. Лучший бомбардир турнира Гамит Агаларов на 87-й минуте вывел Уфу вперед. 1-2 поражение Крыльев. Волжане сейчас на 8-м месте в турнирной таблице. Уже в среду команда проведет перенесенный матч 19-го тура против Ростова. Баскетболисты Самары проиграли на выезде второй матч четвертьфинальной серии против Иркута. Встречу гости начали тяжело, но постепенно в нападении самарцы играли все лучше и лучше, что позволило им завершить первую четверть в свою пользу. В начале второго игрового отрезка преимущество Самары выросло до 10 очков, но после этого игра у волжан не заладилась, тогда как иркутяне наоборот вошли в свой ритм. На большой перерыв хозяева ушли в роли лидеров. Самарцы не сдавались и вновь вышли вперед, но снова не смогли удержать свое преимущество. Дальше соперники обменивались точными попаданиями, но оторваться в счете никто не мог. Это продолжалось до тех пор, пока у самарцев в четвертой четверти за три минуты не было ни одного набранного очка. Иркутяне таким подарком воспользовались и довели встречу до победы. 65-69 поражение Самары. Счет в серии до трех побед 1-1. Третья и четвертая игры четвертьфинала состоятся в Самаре 5-7 апреля. Руководитель управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова рассказала, как можно проголосовать за преображение территории в рамках проекта «Комфортная городская среда». Для этого необходимо пройти авторизацию через портал госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона. Проголосовать за понравившуюся территорию можно будет с 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе за.городсреда.ру. Администрация города приглашает жителей Самары принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года». Заявки на участие в конкурсе принимаются с 7 апреля по 8 мая. Предусмотрены номинации «Многодетная семья», «Молотая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья-хранитель традиций». Департамент транспорта Самары в своем телеграм-канале сообщает, что движение автобусов номер 21 и 41 восстановлено. Ранний транспорт пришлось временно пустить в объезд. Причиной тому стала автомобильная авария на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской по направлению к 15 микрорайону. Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко рассказала, как в городе идет месячник по благоустройству. Она выложила фотографии с места ворошения снега. Можно увидеть также на каналах в Ютьюбе и Рутюбе. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин